МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте. Закрыть все вакансии в сельских школах программа «Земский учитель» продлена на 2023 год. Берегись автомобиля, как школьникам безопасно добраться до остановки общественного транспорта в районе спорткомплекса «Норд». Окунуться в ледяную прорубь в Ненецком округе состоятся крещенские купания. Все подробности в выпуске далее. И в начале выпуска обновленная информация по ликвидации разлива нефтесодержащей жидкости на Хорегинском месторождении. 13 января в эфире телеканала Север вышла новость о том, что компания «Лукоил Коми» привлечена к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы. В профильном департаменте нам предоставили недостоверную информацию. Постановление о привлечении недропользователей к административной ответственности за порчу земель и нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их засорение и наказание в виде штрафа в размере 40 150 тысяч рублей, соответственно, вынесено компанией «Лукоил Коми» за разлив нефтесодержащей жидкости в реку Колва. Что касается инцидента, который произошел в конце декабря 2020 года, по состоянию на 9 января работы по очистке территории от последствий разлива нефтесодержащей жидкости завершены. Природоохранные структуры продолжают административное расследование. Четыре новых случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрировано в Ненецком округе. Такие данные на утро 14 января приводит управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 829 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 5 пациентов. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находятся 27 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 10 человек. Находятся на амбулаторном лечении 17 человек. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано. С началом пандемии проведено 17909 ПЦР-исследований на выявление инфекции. За прошедшие сутки 56. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 319 человек. Из них в обсерваторе один. Сняты с контроля с начала пандемии 10076 человек. Где хочу, там и иду. Стихийный пешеходный переход образовался в микрорайоне Хариверской экспедиции. Вопреки безопасному пересечению проезжей части жители микрорайона протоптали свою дорожку. Тему продолжит Наталья Дуркина. Еще совсем недавно на этом участке дороги не было пешеходных переходов. Жители микрорайона и воспитанники Дворца Спорта Норд выбирали условное место и переходили дорогу в неположенном участке трассы. И хоть знаки появились, привычка осталась. На этих кадрах видно, как подросток, убедившись, что путь свободен, легко пересекает проезжую часть в неположенном месте. Хотя рядом, буквально в 15 метрах, есть пешеходный переход. Как правило, на этом участке нарушают в основном дети. Недалеко расположен Дворец Спорта Норд. И трафик у маленьких пешеходов здесь достаточно высокий. Люди чем озабочены? Тем, что один из пешеходных переходов, если туда посмотреть, он находится там, около садика. Второй пешеходный переход, по которому можно перейти, он здесь вроде не очень далеко, но вот это расстояние для людей кажется очень большим. Я сама скажу, что сама здесь живу и часто пользуюсь вот этой дорогой. Поэтому сама очевидец того, что люди не соблюдают правила дорожного движения. И по тому переходу мало кто ходит, по тому переходу мало кто ходит. Все идут между. Галина Гуляева обращалась в городскую администрацию, а также в департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. Там пояснили, все пешеходные переходы установлены с соблюдением общих стандартов. Однако это не умаляет потенциальной опасности, ведь не все жители соблюдают правила дорожного движения. Очень опасно переходить, потому что здесь заворот дороги и любой автомобилист, и любой, кто едет на машине, любой пешеход, он в общем-то в опасности, потому что здесь нельзя переходить. Но люди здесь делают это все время. И я вот хочу поднять этот вопрос по безопасности. Впрочем, установить пешеходный переход на этом участке вполне реально. Необходимо лишь подать обращение на имя собственника данной федеральной трассы. После будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит целесообразность установки пешеходного перехода. Для того, чтобы установить пешеходный переход, заявителю необходимо обратиться в адрес ФК Упор-Дор-Прикамья. Именно это учреждение является собственником этой автомобильной дороги. С предложением о внесении изменений в проект организации дорожного движения с целью как раз установки такого пешеходного перехода. ФК Упор-Дор-Прикамья должно запланировать средства. Для организации такого пешеходного перехода. И в летний период такие работы организовать. За прошедший 2020 год самым потенциально аварийным участком признана дорога по улице 60 лет октября. Там зарегистрировано три происшествия, в которых пострадало три человека. На участке по улице Рабочая происшествий не зарегистрировано. На федеральной дороге по улице Рабочая за 2020 год окружной госавтоинспекции не были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия. И, соответственно, данная дорога не является потенциально опасным участком. Однако это не означает, что опасность не смогут создать сами пешеходы. Необходимо помнить, пересечение дороги в необорудованном месте может повлечь за собой возможность дорожно-транспортного происшествия. И теперь об индексации. Величина минимального размера оплаты труда с 1 января выросла на 5,5%. А сумма материнского капитала почти на 18 тысяч рублей. Какие еще изменения вступили в силу с начала года, расскажет Александра Литкова. С 1 января вступили в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс. Речь идет о дистанционной занятости. Изменения дополняют существующие правила взаимодействия работодателя и работника. Конкретная продолжительность рабочего времени, временная или постоянная, прописывается непосредственно в Трудовом договоре с работником и работодателем. При этом временная занятость может чередоваться периодами, быть определенными. Конкретный порядок определяется в самом Трудовом договоре или издается локальный акт работодателя. То есть работодатель должен принять локальный акт о том, каким образом он будет заключать трудовые договоры о дистанционной работе с работниками. Режим труда работник сможет устанавливать по своему усмотрению. При этом время общения с работодателем включается в общее рабочее время, а зарплата остается прежней. Все необходимое оборудование и ресурсы для удаленной работы сотруднику должен предоставить работодатель, а также возместить иные расходы. При этом работник может использовать и свое оборудование для проведения дистанционной работы. Но работодатель должен оплачивать данному работнику компенсацию за приобретенное оборудование, программное обеспечение, а также возмещать расходы, связанные с использованием такого оборудования. Ну, например, оплачивать подтвержденные сотрудникам расходы на интернет и мобильную связь. Величина минимального размера оплаты труда в этом году составит 12 792 рубля. Кроме того, порядок расчета МРОД был изменен, и теперь его считают от средней медианной зарплаты за прошлый год. По сравнению с 2020 годом минимальный размер оплаты труда увеличивается на 5,5%. И ежегодно он законом будет пересматриваться. В Ненинском автономном округе действует соглашение между администрацией, органами государственной власти Ненинского округа, объединениями работодателей и профсоюзами. И в соответствии с этим соглашением минимальная заработная плата в Ненинском округе, она соответствует минимальной заработной плате в Российской Федерации. Страховые пенсии с 1 января проиндексированы на 6,3%. При этом прибавка зависит от размера получаемой выплаты. Индексации подлежат также пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Средний размер составил по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года 27 858 рублей. То есть пенсии у нас к выплате подлежат для неработающих пенсионеров. Те граждане, которые работают, получат индексацию только после увольнения. Также с начала года почти на 4% вырос размер материнского капитала. Его сумма составляет чуть больше 480 тысяч рублей. Размер доплаты при рождении второго ребенка составит почти 160 тысяч рублей. Если первый ребенок был рожден до 2020 года, а второй появится в этом году, то для таких семей материнский капитал сразу устанавливается в размере 639 431 рубль. Александр Литкова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Программа «Земский учитель» продлена на 2023 год. Изначально она была рассчитана только на три года – с 2020 по 2022. По оценкам профильного министерства, количество вакансий в стране, включая малые города, составляют около 8 тысяч учителей. В этой связи было принято принципиальное решение продлить программу. Средства на ее реализацию в регионах распределяются по заявочному принципу в зависимости от нехватки учителей в тех или иных селах и малых городах. Программа «Земский учитель» начала реализовываться по инициативе президента с 1 января 2020 года. Она нацелена на поддержку педагогов в возрасте до 55 лет, переезжающих на работу в села и малые города. Предусматривается выделение им единоразовой выплаты в размере 1 миллиона рублей. На реализацию программы «Земский учитель» с 2020 по 2022 годы из федерального бюджета выделено 4 миллиарда рублей. По условиям программы всем учителям, которые поедут работать в сельскую местность или малые города, выделят по 1 миллиону рублей. Тем, кто будет работать в сельских школах на Дальнем Востоке – 2 миллиона рублей. Ненецкий автономный округ также участвует в программе. В 2020 году в рамках соглашения с профильным министерством в округ приехали два специалиста. Преподаватель иностранного языка в школу поселка Искателей и учитель математики в школу поселка Индига. В этом году также ожидается приезд двух специалистов – Воксина и Харивер. В Наринмарском АТП ожидают пополнения автопарка. Предприятие объявило электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде двух пассажирских автобусов. Согласно техническому заданию, низкопольные автобусы должны быть оснащены откидным механическим пандусом. Пассажировместимость не менее 107 человек, год выпуска – 2021, цвет белый. Покупка обусловлена тем, что требуется замена эксплуатируемого с 2006 года транспорта. Несмотря на то, что старые автобусы находятся в удовлетворительном состоянии, они уступают новым моделям по комфорту и удобству для пассажиров. В частности, плохо приспособлены для перевозки маломобильных групп. Кроме того, новая техника – это экономия на запасных частях и ремонтах и, конечно, безопасность перевозок. Добавлю, за два года в АТП закупили шесть новых машин – четыре большого класса и два среднего. Всего в эксплуатацию предприятия находятся 34 автобуса. Правила приема в первый класс изменились. Об этом жителям региона напоминает Департамент образования, культуры и спорта. Новые правила Министерство образования утвердило еще в сентябре 2020 года. Они касаются порядка закрепления школьников за микрорайоном, права на внеочередное, первоочередное и преимущественный прием, сроков приема заявлений на обучение в первый класс, методов подачи документов о приеме в школу. Одно из нововведений касается сроков приема заявлений в первый класс для детей, которые проживают в домах, прикрепленных в школе, то есть по прописке. Согласно новым правилам, прием начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Напомним, ранее родители несли документы в школу с 1 февраля. Для будущих первоклассников, которые собираются учиться в школе других районов, прием заявлений на свободные места начнется 6 июля. Ранее заявления принимали с 1 июля. Принимать документы будут до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября текущего года. В округе действует постановление о закреплении образовательных организаций. Документы о приеме в школу можно подавать следующими способами. Лично, по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте образовательной организации, через официальный сайт школы. В документе закреплено приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры. Кроме того, правила по-прежнему регламентируют возраст обучения в начальной школе. Не младше 6 лет 6 месяцев и не старше 8 лет. Если родитель хочет отдать ребенка раньше или позже, требуется письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы. 25 января в День студента стартует 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Соревнования проводятся в рамках национального проекта образования и направлены на повышение престижа рабочих специальностей и конкурентоспособности профессионального образования. Открытие чемпионата пройдет в онлайн-формате, а все состязания с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В этом году соревнования пройдут на площадках трех учреждений среднего профессионального образования Нарьинмара. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова, социально-гуманитарном колледже и в Ненецком профессиональном училище, которые оснащены всем необходимым оборудованием. 80 студентов и школьников старших классов от 14 до 22 лет уже подали заявки для участия. Все желающие принять участие в региональном чемпионате подают заявку от своих образовательных организаций и их данные регистрируются в специальной системе ЕСИМ и сохраняются в электронной системе и передаются данные в союз молодых профессионалов. Студенты окружных учреждений среднего профессионального образования будут состязаться в восьми компетенциях, школьники в двух. Среди них предпринимательство и ветеринария, социальная работа и электромонтаж. После трехлетнего перерыва мы решили повторить конкурсные мероприятия для компетенции дошкольное воспитание. Когда у нас проводился самый первый региональный чемпионат по стандартам WorldSkills, у нас было как раз две компетенции – поварское дело и дошкольное воспитание. Вот уже прошло несколько лет и мы теперь уже проводим до десяти компетенций. В мероприятиях примут участие более 70 волонтеров и 95 экспертов, среди которых потенциальные работодатели студентов. Средства на проведение чемпионата выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между окружной администрацией и компанией «Лукойл». Православные христиане готовятся к одному из главных церковных праздников – богоявлению или крещению Господню. В крещенский сочельник во всех церквях и храмах проводится служба и освящение воды. По традиции на Качгартинской курье будет организовано омовение в купеле. Подготовка к этому событию началась уже сейчас. Подробности у Екатерины Дементьевой. Согласно верованиям христиан, вода в этот день приобретает целебные, очищающие для души и тела свойства. Однако считать это простым средством от всех грехов неверно. Да и совершать омовение в Иордане следует, не стремясь совершить подвиг, а подходя к этому решению осмысленно и с добрыми побуждениями. Самым главным мерилом всего, что мы делаем, и в Рождество, и в каждый простой день, и во все остальные дни нашей жизни – это благоразумие. То есть совершение наших поступков и дел не в ущерб ни здоровью никому-либо, ни самим себе, а во славу Божию. Поэтому кто ощущает эти силы и кому это не повредит – слава Богу. Подготовка к масштабному событию началась за неделю до праздника Богоявления. Традиционно территория Качгартинской Курьи будет оборудована необходимой инфраструктурой. Работы по обустройству места проведения мероприятий «Крещенские купания» начались в среду. Планируем завершить их в воскресенье. В воскресенье уже запланированы работы по вырезке именно Иордании и установке купели. В этом году у нас новый балок. Он, конечно, меньше, чем те, которые были ранее, устанавливались, но зато полностью был сделан работниками нашего учреждения. Купель начнет работать 18 января с 20.00. На страже общественной безопасности более суток будут дежурить спасатели. Дежурство начнется с 18.00 понедельника и закончится в 20.00 уже 19.00. 19.00 после 20.00 купель закрывается щитом и засыпается снегом. Все, после этого уже купаться будет невозможно. Дежурство будет осуществляться силами Центра ГИМС, силами Ненинского арктического спасательного центра и силами поисково-спасательного службы КУНО ОПСС. Также рядом с Иорданией будет организовано место для забора воды. Кроме этого, набрать освященную воду можно и в водосвятной часовне на территории Кафедрального Богоявленского собора Нарьенмара. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды.